Они точно знают, опыт – лучший учитель. На их плечах в разное время лежало управление Щелковским районом, ведущими предприятиями и фабриками. Они внесли большой вклад в их развитие. Бывшие руководители района, местных предприятий и мануфактур встретились, чтобы обсудить, как развивается район сегодня и чему, по их мнению, необходимо уделить особое внимание. – Самые лучшие годы были вот на этой земле этим людям. И сегодня наша встреча – это просто встреча, связанная с ностальгией, я думаю, не только моей, а каждому из наших коллег, которые здесь присутствуют. Им есть о чем вспомнить и чем гордиться. Например, Иван Сергеев, ныне почетный гражданин Щелковского района, прежде работал заместителем председателя исполкома горсовета. Под его руководством в районе построили новый мост через Клязьму, а также путепровод. И так у каждого из присутствующих свои заслуги и достижения, которые легли в основу сегодняшнего развития муниципалитета. – Сегодня район, особенно город, понимаешь, это один из, я считаю, лучших городов района Московской области. Посмотрите, как он изменился за последние годы. – Это вклад всех руководителей района. И слава богу, что и сегодняшняя власть очень много делает. Мы, вот старейшины, очень довольны, что вот эта преемственность, она не теряется. – Товарищи, которые работают на наших местах в свое время, что мы делали, они продолжают улучшать структуру города Щелково и его внешний вид. – Преемственность сохраняется, работа идет. В целом, участники встречи отметили, что развитием родного Щелковского края сегодня довольны. Однако, по их мнению, есть еще над чем работать. Необходимо модернизировать дорожную сеть города. – Доволен развитием района. С одной только маленькой поправкой, потому что, к сожалению, за прошедшие почти 35 лет мало что изменилось в транспортном движении. Жилищные, социальные, так сказать, действительно вызывают восхищение. – Кроме того, на мероприятии обсудили одну важную идею. Участники предложили объединиться в специальную организацию, чтобы продолжать работать на благо района и помогать нынешним властям. Так, должности и полномочия меняются, однако чувство ответственности и долга перед малой родиной с годами только растет. – Возможности у нас у каждого еще существуют. И самое главное, не только возможности, а самое главное, что есть еще и желание помочь в развитии района. А это уже дорогого и многого стоит. Дарья Соснегова, Александр Оржевский и телерадиокомпания «Щелково».